Ну, я поскольку единственный здесь присутствующий физически, хотя большинство участников на вебинаре для вас, это я так полагаю, все равно, разрешите я представлю своих коллег, представлюсь, обозначу. Ну, Людмила Юрьевна Ганжа, да, ну вот, к сожалению, она веб-камеру свою показать не может, вот, кто-то ее, может быть, знает, вот так представить, наш специалист, вот, как раз в области быхучета, налогообложения, мы будем сегодня говорить как раз о управлении рисками, ну и вот, в частности, тот аспект, который связан с рисками в налогообложении, Сергей Павлович Клевогин. Сергей Павлович, он специализируется в области информационной безопасности, этичного хакинга. Сергей Павлович, доброго вечера, уважаемые коллеги. Вот, соответственно, со своей стороны осветит, меня зовут Данил Динцес, я специализируюсь как раз больше в вопросах управленческих, проектных, в том числе риск-менеджмент. Ну вот, собственно, наша такая вот сегодня задача, мероприятие нашего в том, чтобы немножко вот так поговорить, обсудить, как подходить к управлению рисками в компании. Ну и вот, в частности, на примере вот этих двух аспектов, которые сейчас наверняка в нынешних условиях всех, так сказать, волнуют. Это вопросы выявления и управления рисками информационной безопасности и то, что связано с налогообложением. Ну вот, в принципе, коллеги, вот все, кто и на вебинаре, и здесь лично, очно присутствуют, спасибо, что присоединились. Я что хочу сказать, что мы, конечно, вот такие наши небольшие вот мероприятия, в данном случае действительно такой, как немножко круглый стол, мы будем передавать друг другу слово. Мы строим неформально, вот эта презентация, это не больше, чем канва, мы ни в коем случае не будем идти, да, вот прям там слайд за слайдом, вот рассмотрим тот вопрос, тот вопрос. Это как некая канва к обсуждению, что будет интересно, пожалуйста, задавайте вопросы. Ну, кто в классе лично, вот, в принципе, вот это у нас не только веб-камера, но и микрофончик, да, я, вот, вас будет слышно. Кто на вебинаре, у вас есть такая опция, вопросы, пожалуйста, мы будем делать, естественно, паузы, смотреть, отвечать на вопросы, вот, что-то, если будет интересно, я с удовольствием готов включить микрофончик. Поэтому, ну, давайте, наверное, примерно в таком режиме, я немножечко задам, может быть, в начале, так вот, тон. Ну, вообще, что мы понимаем под рисками, да, риск, событие, которое, вообще, явление, которое описывается двумя факторами. Во-первых, то, что оно вероятное, оно может произойти, может не произойти, да, вот, мы не знаем. А второе, то, что в случае, если вот это какое-то событие произойдет, оно на нашу деятельность повлияет, неким образом. В общем, вот, я вот специально всегда хочу, даже и на таких вот уже более детальных курсах, обращаю внимание, что в отличие от такого бытового понимания, да, мы же в быту привыкли, что риск это что-то такое плохое. На самом деле нет, с точки зрения управления риск это не обязательно что-то плохое. Риски могут быть позитивные, то есть то, что создает возможность, да, вот могут же быть какие-то события, которые нам создают возможности определенные, да, это так называемые позитивные риски. А бывают риски двояки, они получили такое немножко название спекулятивные, то есть это события, у которых есть и положительная составляющая, и составляющая негативная, да, и вот как мы им сумеем воспользоваться. Ну и вот, собственно, как работать, как работать с рисками. Знать все мы не можем, да, это невозможно, это такой общий управленческий принцип. Если мы начнем выяснять все там, как говорится, до последней мелочи, мы никогда не приступим к работе, поэтому всегда находимся в какой-то области неопределенности. Мы должны риски выявлять, их оценивать, приоритизировать по степени влияния и работать с какими-то наиболее влиятельными рисками, которые в наибольшей степени могут оказать влияние на нашу деятельность. А как с этим разобраться? Надо риски классифицировать по самым разным характеристикам, потому что, да, но эти возможные вероятные события, они могут происходить на самом деле в силу самых разных причин. Это могут быть действия каких-то внешних сил, в частности, это могут быть действия регулирующих органов, это могут быть действия конкурентов, персонала, техника, ну вот есть такое понятие нативные риски, да, то есть, естественно, присущие. Любая техника может выйти из строя, да, проектор, лампочка. Когда она выйдет из строя? Да, мы знаем, что она когда-то выйдет из строя, всегда. Но что является риском, вероятностью? Мы не знаем, в какой момент выйдет из строя то или иное устройство, да. Соответственно, если мы не знаем момент, мы не знаем, как это повлияет на нашу работу, потому что, да, вот что мы в этот момент будем делать, насколько это будет для нас важно, критично и так далее. Поэтому вот классифицировать риски можно, нужно, вот в методиках эта классификация используется по самым разным характеристикам. То есть, есть вот, я привел сейчас пример, риски так называемые фундаментальные, да, любая техника когда-то выйдет из строя, никуда не денешься. Есть риски случайные, ну вот, все мы, даже вот на бытовом уровне, надо говорить, ну вот, случайно не на ту кнопку нажали. Вот вы сейчас даже видели, честно, не рояль в кустах, у нас два раза вебинар выбивало, почему? Ну вот, случайно нажимали вот не на ту кнопку, да, вот сложная организация, три соорганизатора, все, вот где-то вот случайно ошиблись. Это вот спорадические такие риски, внутренние, да, они не внешние, это вот внутри нас произошло. Почему важно риски подразделять на внешние и внутренние? Вот как раз коллеги, я думаю, сейчас об этом более подробно расскажут. Внутренние это те, которые происходят внутри нашей компании. Соответственно, на них мы можем повлиять в большей степени. Внешние в меньшей степени. И налоговые риски, и риски информационной безопасности, они тоже есть и внутренние, и внешние, да, вот Сергей Павлович. Может же быть, скажем так, контур безопасности нарушен вследствие каких-то действий, ну скажем так, внутри компании. Да, конечно так. Но я бы делил в IT риски на внутренние и внешние по очень простой причине. По тому, какие защитные меры вы будете в результате управления рисками применять. Если руководство решает, что нам актуальны внешние риски, то есть потенциальные нарушители с другой стороны, другого города будут нас атаковать, мы будем применять защитные меры в области межсетевых экранов, системы обнаружения вторжений. Если же мы оценим наши риски как внутренние, более актуальные, то совсем другие защитные технологии будем применять. Будем внедрять технологию защиту безопасности IP, антивирус устанавливать, контролировать доступ к внутренним ресурсам. Да, спасибо, Сергей Павлович. Ну и сразу, чтобы параллельно прокомментировать, вроде бы такая область в чем-то далекая, но принципы те же самые. Людмила Юрьевна, у вас тоже микрофончик включен. Вот как раз налоговые риски, да, тоже их внешняя, внутренняя составляющая. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Конечно же, предприятие несет и налоговые риски, конечно, определенные. Это возможность наступления какого-то неблагоприятного события, в результате чего? Мы потеряем деньги, получается, недополучим необходимые ресурсы, либо утратим предполагаемую выгоду какую-то. Также мы можем понести дополнительные финансовые, имиджевые убытки вследствие заключения договоров с не теми контрагентами, которые, например, относятся к категории недобросовестных, и в результате на себя также привлечем, соответственно, тень со стороны налоговых органов. Ну, проще говоря, налоговые риски угрожают организации штрафами, пенями, потерей репутации на рынке, и в некоторых случаях даже уголовной ответственностью. Налоговые риски можно оценить в денежном выражении, они относятся к категории финансовых, это когда мы деньги теряем. Но также есть и нефинансовые риски. Это те риски, которые связаны с уголовной ответственностью, ее нельзя оценить в денежном выражении, по крайней мере, законным образом. А потеря рабочего времени, дисквалификация руководителя, запрет работы предприятия, то есть вот такие последствия, в общем-то, для предприятия иногда смертельно-кубительные. Да, Людмила Юрьевна, спасибо. И вот как раз на этом примере я, может быть, продолжу, чем важна классификация. Вот, допустим, Сергей Павлович как раз говорил, что в зависимости от того, как риск классифицирован, компания вырабатывает те или иные способы реагирования. Но об этом мы тоже чуть позднее сегодня поговорим. То есть не придумывать вот каждый раз, как мы действуем, а иметь некий более-менее четкий план в зависимости от определенных атрибутов, классификаторов, которые присвоены риску, иметь уже определенные шаги. Риски бывают, вот как раз то, о чем Людмила Юрьевна сейчас говорила на примере налоговых, первичные и вторичные риски, скажем, внутренние первичные риски, например, какие-то ошибки введения учета, формирования документации, которые могут за собой повлечь вот такие вторичные, достаточно серьезные риски и последствия. Они могут наступить, могут не наступить, но они зависят. Если, например, учет ведется с ошибками или как-то недобросовестно, то есть вторичные риски всякого рода санкций, штрафов, они в существенной степени возрастают. То есть разделяя риски на первичные, вторичные, внутриотраслевые или какие-то внешние, мы как раз можем выстраивать между ними определенную взаимосвязь, потому что рисков всегда огромное количество. Видите, даже, допустим, по этому слайду. Есть какие-то совсем локальные, есть уровни предприятия, есть уровни отрасли, есть вообще что-то такое совсем-совсем глобальное. Уследить за всем невозможно. Выстраивая вот такие вот цепочки, и вот как раз, в частности, на тренингах по рискам, это один из таких очень важных вопросов, которые мы разбираем. Как выстроить вот эти цепочки, чтобы понять, ага, настало время уделить внимание какому-то очередному вторичному риску. То есть если, например, были выявлены какие-то ошибки, нужно их быстро устранять, иначе вот могут быть уже там какие-то внешние наступать риски, которые, да, действительно за собой могут повлечь там либо количественные, вот денежные последствия, либо вот как были такие довольно жесткие примеры, приведены последствия, может быть там качественные, как вот там дисквалификация, там и так далее. Причем вот здесь, как раз видите, еще такой связанный набор характеристик. Например, у риска может быть характеристика какая? Латентный риск, то есть риск, который как? Что значит латентный, да, он такой скрытый, он неявно видимый. Как можно вот такие латентные риски выявлять, тоже мы вот сейчас поговорим. Есть, например, риски типовые для каждой области деятельности. Имеет смысл их учитывать всегда в каждом виде деятельности, потому что, ну, они как бы характерны, вот тоже, я думаю, сейчас коллеги расскажут. Риски имеет смысл классифицировать по срочности реагирования. Ну, вот как раз прозвучавшие примеры, да, что, скажем, если это наступившие риски, связанные с тем же налоговым учетом, то понятно, что срочность реагирования высокая. Либо, ну, могут быть риски, которые наступили, но их последствия отложены, следовательно, у компании или там у проектной команды есть время на реагирование. В то же время, как я и сказал, совершенно необязательно реагировать абсолютно на все риски. Да, есть риски, которые относятся к категории малых, или вот как их иногда оценивают. Да, видите, такая вот шкала, и действительно существует такая зависимость. Малая вероятность возникновения риска, малая величина ущерба. На такие риски, да, действительно, компания может закрыть глаза, то есть просто не тратить на это ресурсы. Но это должно быть вот не как по принципу, вот махнули рукой там, а, все, сойдет. Нет, а вот именно целенаправленно провели оценку, анализ и поняли, что риск небольшой, вероятность небольшая, тратить ресурсы нецелесообразно. А есть, наоборот, риски, которые требуют вот каких-то расходов на принятие решения, на превентивные мероприятия. Как работать с рисками, как их выявить, проанализировать? Ну, первый принцип, который такой вот общий, это декомпозировать риски. Ну, если кто-то из вас сталкивался, скажем, с проектным управлением, да, это один из общих принципов декомпозировать работы. Почему нужно декомпозировать риски? Ну, вот представьте, у вас есть, например, риск нарушить сроки выполнения, не знаю, контракта. Есть такой риск? Ну, наверное, да, он есть всегда. А имеет ли смысл этот риск фиксировать, этим риском управлять? А на самом деле, чаще всего нет. Почему? Потому что этот риск, он слишком крупный. Мы с ним мало что можем сделать. Его имеет смысл декомпозировать. Мы можем, как декомпозировать? От верхнего уровня нарушить условия контракта, детализировать. Мы можем, например, некачественно выполнить какую-то конкретную работу. Тогда это будет что? Риск некачественного выполнения конкретной работы. А как только мы более детально можем сформулировать, что можно, в чем риск, мы можем более детально понять и его последствия, и его способ, ну, не его, а способы реагирования. С тем же риском нарушения контракта. Может быть, мы нарушим сроки исполнения контракта в силу того, что сам заказчик не дает вовремя обратную связь. В этом случае для нас никаких последствий не будет на такой риск реагировать. Ну, либо нет смысла, либо сделать какие-то там, наверное, оговорки юридические в контракте. И вот для того, чтобы не ошибиться, ведь таких рисков огромное количество. Хорошей практикой является выявление типовых рисков по отрасли и внутреннее, внутри своей компании, введение типовых рисков компании. Ну, естественно, типовые риски для каждой компании должна вести сама, а вот по отраслям можем немножко поговорить. Ну, допустим, типовые риски для IT-проектов. Не поддерживать единообразие в версионности кода, документации, что приведет к различным разнобою, несовместимости версий, задержкам. Неполная, например, идентификация совладельцев системы. То есть мы просто чьи-то не учли, чьи-то не учли требования. И вот, ну, да, тоже известная ситуация. В какой-то момент, когда уже почти все готово, значит, появляется важный человек и говорит, а вот я без этого вашу систему не приму. Кто виноват? Команда виновата. Потому что они не учли, что нужно поработать с, скажем, определенным подразделением, да, плохо налаженные коммуникации. То есть это вот типовые риски проекта. В налоговой области тоже есть свои типовые риски. Людмила Юрьевна, пожалуйста, передаю слово вам. Какие типовые риски в области налогового учета? Пожалуйста. Ну, последнее время, надо сказать, что законодатель очень активно трансформирует налоговое законодательство. Поэтому налоговых рисков у нас огромнейшее количество. И вот новых видов налогов. У нас постоянно меняется уплата налогов, например, по страхованию работников наших. То у нас был единый социальный налог. Потом были страховые взносы, которые выплачивали страховые фонды. Теперь из-за того, что собирать фонды плохо, собирали деньги в бюджет, налоговая обратно забрала для администрирования этих страховых взносов. Новые налоги нас все время пугают налогом на роскошь, но пока как такового его нет. Но, тем не менее, повышающие коэффициенты для транспортного налога на дорогие автомобили все-таки были введены. Риск налоговой проверки у нас всегда присутствует постоянно. Чуть позднее я об этом расскажу. Какие именно надо критерии соблюдать, чтобы не попадать под налоговую проверку. Но хочу сказать, что в среднем по стране у нас сумма налоговых штрафов и собираемость последствий налоговой проверки – это в среднем 17 миллионов с компанией. Средняя стоимость налоговой проверки. Представляете? Значит, есть у кого-то выше сумма, у кого-то, может быть, и меньше, но довольно-таки впечатляющая цифра. Налоговые ставки по действующим налогам. Ну, все наверняка знают, что у нас повышается ставка НДС, к 20% мы уходим. Нас все время пугает ставка и повышение по НФЛ, но пока вроде бы как президент на это не готов и не подписывает. Налоговые годы или налоговые каникулы. Конечно, это очень интересная замануха, которую нам государство дает, но в то же время. Сейчас, например, в статье 217 у нас есть доход. Например, как их называют, домработницы, репетиторы. То есть доход этих категорий людей на сегодняшний момент не облагается налогом. Но я так думаю, что это все равно приведет к тому, что как только эти люди расслабятся и покажут свои доходы, вероятность появления объекта обложения у этих категорий сильно возрастет. Ну и, конечно же, про порядок и сроки внесения налоговых платежей. Ну, например, с объемами выручки, получением большего дохода, компания становится большим источником для бюджета. И поэтому для таких компаний предусмотрены авансовые платежи, вот по налогу на прибыль, например. И здесь, конечно, этот момент надо регулировать, возможно, переносом выручки во времени, там, всевозможные способы оптимизации использовать, чтобы не попадать под авансовые платежи. Потому что можно таким образом спонсировать бюджет на полгода вперед, и это будет очень сильный удар для компаний именно в потерях финансов. Как-то так. Спасибо, Людмила Юрьевна. Коллеги, если есть какие-то вопросы ко мне, к коллегам, пожалуйста, я вот мониторю, да, тут понемножечку вопросы появляются, еще раз напомню в questions. Ну и вот, собственно, пока вы задаете вопросы, как раз типовые риски инфобезопасности, Сергей Павлович тоже представит. Видите, совершенно разные области, отрасли, но принцип, подход, он, в общем-то, схожий. Это нужно объединять на уровне компаний. Сергей Павлович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, в чем особенность рисков информационной безопасности? Особенность в том, что, с одной стороны, мы имеем Данила Юрьевича, который утверждает, что нужно выполнить иерархическую декомпозицию на функциональные элементы соответствующими уровнями абстракции процессов обработки информации. И вот на этом месте администратор безопасности уже перестал понимать, о чем речь, и он хочет задавать вопрос, так скажите, мне на фаерволе IPsec включать или нет? Вот политику изоляции домена добавить, исключение для контроллера домена, или не добавлять? Вот он хочет задавать такие вопросы технические, и как связать эту иерархическую декомпозицию с конкретными защитными технологиями, которые мы изучаем на курсах специалиста. А делается это вот таким образом. Все начинается в информационной безопасности с активов. Что мы хотим защищать на уровне IT? И в IT есть понятие информационный ресурс, который мы хотим защитить. И что такое информационные ресурсы? Согласно закону о защите информации, информационный ресурс это файлы каталоги. Но организация часто считает, что информационный ресурс это любые информационные технологии, в том числе и оборудование, и сервисы, приложения. И тогда, отсталкиваясь от этих активов, инженер информационной безопасности решает, что он хочет обеспечить, а именно конфиденциальность, целостность, доступность. Конфиденциальность, целостность и доступность это такие три кита, которые нужны любому информационному ресурсу, то, что мы хотим обеспечить для наших активов. Но если речь идет о файлах, каталогах, здесь мы прежде всего хотим обеспечить конфиденциальность, а потом уже целостность, доступность. Если речь идет о сервисах, администратор желает обеспечить целостность, максимально возможную этих сервисов, чтобы сервис вел себя так, как от него ожидается. Ведь иначе он может нарушить и конфиденциальность, и целостность, и доступность других информационных ресурсов. А оборудование, оборудование это то, что должно быть доступно прежде всего, хотя, конечно, и целостность тоже идет вопрос. Так вот, риск информационной безопасности в том, что руководитель глобально боится, что что-то случится. А почему случится? Естественно, сервер перегреется. Или искусственно преднамеренно нарушитель нарушит конфиденциальную целостность и доступность информационных ресурсов. Или непреднамеренно. И это вытекает из определения, какова вероятность того, что это произойдет. Когда мы хотим определить, какова вероятность, мы смотрим на то, а как часто это происходило. Я могу легко ответить на вопрос, что какой у тебя риск, что твой компьютер будет повержен и все файлы удалятся. Я тут же скажу, вероятность мизерная, поскольку последние 10 лет мы информацию ветеряли. Но новости, вот вирусы шевровальщика появилось, это резко повышает вероятность того, что произойдет какой-то инцидент. Но вторая сторона на уровне IT. А если такое все же случится, какие будут последствия? И вот это вот тот вопрос, который должен оценить профессионал. Даже на бытовом уровне, если я скажу, у меня есть на моем компьютере информационный ресурс, мои фотографии. Вот я боюсь, что случится страшное, и вдруг они потеряются. Каков будет для меня ущерб? Я скажу, что это большой ущерб. И сам себя спрошу, а вот сколько ты согласен был бы потерять вместо этих фотографий? Я скажу, ну тысячу рублей, ну а две, а может быть пять, а может быть десять. А вот Данил Юрьевич, человек состоятельный, он скажет, ой, я бы и сто тысяч рублей отдал. Мы разные люди, мы уже один единственный информационный ресурс можем оценить по-разному. А если речь идет по организации, то здесь нужен какой-то айтишник, который поможет проанализировать риск. Либо качественно, либо количественно. Качественно, это значит, айтишник, он не может в деньгах выразить, что будет, если вдруг какая-то вероятность исполнится, и произойдет нарушение целостности какого-то сервиса. Но он может сравнить, что логичнее защищать, сервис с дополнительными защитными мерами или данные. И вот в этом аспекте напоследок хочу и третий фактор тоже упомянуть. Тоже из определения. Если риск это вероятность, помноженная на ущерб, то его нужно разделить и на защитные меры. Я могу сказать, что не боюсь я вируса-шифровальщика. Почему? Потому что уже есть защитные меры. А какие? Допустим, у меня есть бэкап, архивная копия. А он и архивную копию зашифрует. Нет, у меня есть вторая защитная мера, я архивную копию в другом офисе храню. А в другом офисе еще одна защитная мера, у нас антивирус стоит. И вот таким образом мы приходим к тому, что наши защитные меры, они не просто так применяются администраторами безопасности, а исходя из того, как посредник, аналитик подружил видение руководства с технологиями, которые используются в подразделении информационных технологий. Да, ну спасибо, Сергей Павлович. Вот как раз, видите, коллеги, вот прикладной совершенно пример приведен. Почему важны две вещи, да? Это, во-первых, та самая декомпозиция, да? Чем более риск конкретен, тем он более понятен, да? Вот как этот совершенно замечательный пример, допустим, с фотографиями. Ну, для кого-то фотографии условно, да, представляют ценность, для кого-то не представляют этой ценности. Кто-то готов потратить 2000 рублей, кто-то 10 тысяч рублей. Это ценность, да, может быть индивидуальная. Ну, мы говорим, конечно, сейчас в реальности не об индивидуальных, а о корпоративных. Но для какой-то компании, например, ну что, это данные какие-то текущие, они могут не влиять особо на деятельность. А для какой-то компании, если это, ну, финансовый сектор, допустим, это может быть абсолютно критично, это потеря фактически бизнеса. Поэтому, когда происходит вот такая декомпозиция на маленькие частные отдельные участки, то проще оценить. И понятно, кстати говоря, кто должен оценивать, опять же, вот как в примере у Сергея Павловича. Да, например, IT-безопасность может указать на уязвимые места, но оценить масштаб последствий может владелец этой услуги, владелец... Ну, бизнес это очень широкое слово, какое-то конкретное подразделение, например, которое используют. Отсюда, кстати говоря, еще очень немаловажный момент, что управление рисками это всегда взаимосвязь, там, можете не вчитываться, что здесь нарисовано. Это просто, как пример, это всегда взаимосвязь работы многих подразделений. Налог, налоговые, юридические, IT-инфобезопасность, производство, финансы. Вот, если мы возьмем, допустим, сейчас попросим как раз Людмилу Юрьевну обрисовать, да, как относиться, допустим, к налоговым рискам, как их учитывать. Да, понятно, что здесь нужны кто? И юристы, и специалисты по налогообложению, и те, кто организует само производство, чтобы понять, как производственная деятельность компании будет соответствовать. Правильно я излагаю, Людмила Юрьевна? Вам передаю слово. Совершенно верно, совершенно верно. Очень во многом мы, конечно, все подразделения зависят друг от друга, и в зависимости от того же программного обеспечения, которое есть на предприятии, за которым следит IT-служба, зависит и работа бухгалтерии, в частности, и налоговый департамент, и даже вот всякие показатели отчетности тоже, конечно, и степень риска от этого тоже разная. Ну, смотрите, есть разные виды налоговых рисков, их можно группировать и по субъектам, которые несут риски, это может быть даже государство теряет денежные средства, вот нам сейчас пытаются увеличить пенсионный возраст, доказывая, что не хватает денежных средств в бюджете, то есть государство не в состоянии обеспечить население, то есть есть некий риск у государства. Ну, мы смотрим большей частью, это свои колокольки, нас больше волнует риск нас, как налогоплательщиков, как налоговых агентов организации выступают в этой роли. Например, если зарплату выдают работникам, а НДФЛ не удержали, опять же, есть некий риск у компании попасть на штрафные санкции таким образом. Да, есть по виду последствий, совершенно верно вы показываете, по виду последствий есть и риски на усиление налоговой нагрузки, и уголовного преследования, и налоговый контроль. То есть стоит один раз ошибиться, и, в общем-то, подпадаем сразу под налоговый контроль. Я хотела бы, чтобы предыдущий слайд вы показали. Да, у нас для того, чтобы оценить риск налоговой проверки, Федеральная налоговая служба разработала концепцию системы планирования выездных налоговых проверок, утверждена она приказом Федеральной налоговой службы. И каждый налогоплательщик на сайте налоговой может найти эту концепцию и понять, относится компания к высоко рисковой или же нет. То есть здесь представлено 12 критериев, по которым налоговая отсматривает всех налогоплательщиков. И, конечно же, воспользовавшись этим перчим, налогоплательщик сможет своевременно оценить свой риск и уточнить свои налоговые обязательства. Если же риск действительно высокий, то налоговые органы рекомендуют компаниям исключить сомнительные некие операции при расчете наших обязательств за какой-то период и уведомить налоговый орган о принятых мерах. Ну вот, например, какие критерии рассматриваются? Налоговая нагрузка. То есть имеется в виду, сколько налогов платит ваше предприятие и сколько платит отрасль в среднем. Если в компании налоговая нагрузка практически нулевая, а критерий для отбора у нас 3,5%, соответственно, это большой риск и критерии первые для выезда на проверку. Если предприятие работает с прибылью, ну, конечно же, это шоколад просто буквально. Предприятие для того и создавалось коммерческое, чтобы получать прибыль. А если оно в течение года, двух, трех показывает убытки? Опять же, можно посмотреть по сферам деятельности. Как вы догадываетесь, например, сельское хозяйство у нас невысокорентабельное производство, поэтому прибыль у него очень быстро ждать не приходится. То же самое касается производственных предприятий. Но если у вас высокие технологии и вы единственные на рынке, то, конечно же, от вас ждут прибыли и прям буквально сразу же отличающиеся в разы от обычных прибылей других каких-либо предприятий. Ну, про налоговые вычеты не знаю, говорит ли вы это аудитория или нет. Темпы роста расходов и доходов. То есть как растут у вас по мере роста доходов, как растут расходы. Ну, в общем-то, было бы логично, если бы темпы роста доходов как-то зависели и расходы точно так же подтягивались. Но если у вас расходов гораздо больше, рост намечается, нежели чем предприятие получает доходы, то уже, увы, будет как-то не очень хорошо. Вот здесь у нас 15 сотых. В принципе, хороший показатель, поэтому, да, в этом случае не придется отправляться на дополнительные какие-то проверки. Среднемесячная заработная плата. Ну, знаете о том, что у нас существует федеральный размер оплаты труда. И если предприятие платит меньше, чем федеральный, то это очень высокий риск, потому что мы во многих отчетах показываем заработную плату наших сотрудников. Соответственно, чем большее количество людей работает и чем меньше фонд оплаты труда, тем больше вероятность, что компания подходит под проверку однозначно. Ну, а кроме федерального у нас есть региональные и даже отраслевые размеры оплаты труда, которые нам устанавливают те или иные ведомства. Непредоставление пояснений. Запрашивает налоговая, а вы расскажите нам, почему это так у вас получилось, а вы не реагируете. Ну, по какой-то причине, например, не подключили электронный документ оборот, почта на каком-то адресе находится вообще непонятном, письма не приходят. В результате вы не отвечаете на запрос налоговый, и вот еще один фактор для привлечения вас к проверке. Миграция между налоговыми органами, ну, если вы очень много переезжаете с одного адреса на другой, рентабельность продаж и активов, высокий налоговый риск по контрагентам. И вот, пожалуй, из нашего примера получается, из 12 критериев 7 критериев дали положительный результат, то есть позволяет оценить вероятность налоговой проверки как средняя. То есть вероятность довольно-таки большая, что придут, да, из 12 и 7 больше половины. Ну, вот, спасибо, Людмила Юрьевна, как раз вот и продемонстрировала, вот что, да, уже на другом примере, что значит вот качественный, ну, в данном случае я бы скорее с точки зрения риск-менеджмента вот этот анализ квалифицировал бы, наверное, как качественный анализ, да, то есть проанализировав определенное количество критериев, да, можно оценить некий вот совокупный риск того, что, ну, допустим, предприятие будет подвергнуто проверке. Вообще, вот в риск-менеджменте для таких историй есть очень интересный инструмент, он называется диаграмма торнадо, да, ну, понятно, почему он так выглядит, он для разных целей используется. Да, такой, как бы, торнадо условно напоминает, как бы, это используется как для совокупных рисков, для спекулятивных рисков, левая вот эта вот часть, это как бы отрицательная, правая положительная, как раз вот сравниваем, да, и визуально можем оценить вот такой баланс и на основании этого как раз принимать решение по соответствующему риску в любой области, да, насколько его, так сказать, позитивная составляющая перевешивает или наоборот перевешивает негативная составляющая, ну, исходя из этого уже, соответственно, предпринимать какие-то действия. Ну, вот, в частности, я опять-таки хотел бы передать слово теперь уже Сергею Павловичу, да, вот, ну, так все время тоже балансируем, как между налоговыми рисками и рисками информационной безопасности, да, вот, как раз Сергей Павлович, наверное, здесь представит, я вот так вижу уже по заготовке, как раз оценки, да, вот, маловероятные угрозы, значительные угрозы, вот как раз как можно их оценить. Пожалуйста, Сергей Павлович. Да, с одной стороны, можно оценивать угрозы информационной безопасности по матрице рисков. Может быть, три уровня, а может быть, четыре, а может быть, даже пять. Ущерб невысокий, средний, значительный, а можно добавить там высокий, экстремальный. Не принципиально, как именно мы построим такую матрицу, чтобы ранжировать риски информационной безопасности. Но, если налоговые риски, нам только что объясняли, можно классифицировать по субъектам, по факторам, по времени, то точно так же и информационные риски имеют свою область анализа. Мы можем анализировать на уровне, в каком состоянии у нас инфраструктура, в каком состоянии приложение, в каком состоянии операции, в каком состоянии персонал. Почему так? Потому что, с одной стороны, у нас есть инфраструктура, от которой мы совершенно не можем отказаться. Мы можем отказаться от операционных систем. И сказать нам, операционные системы не нужны, мы возьмем из облака нужные нам приложения. Но от файлов каталогов и от самих приложений отказаться мы никак не можем. Инфраструктура включает в себя это наше, то, что у нас расположены наши сервисы, наше оборудование, наши файлы, их нужно оценивать. А приложения, которые мы используем в этой инфраструктуре, совсем другая область анализа. На уровне предприятия у нас очень много приложений. И приложения настолько связаны с информационными ресурсами, в смысле с файлами, с каталогами, что есть совершенно отдельный подход, как управлять этими приложениями. Дальше, если мы говорим не о конкретном человеке, который боится свои фотографии или видео потерять, а об организации, мы понимаем, что у нас есть операции, с которыми мы работаем, с которыми люди приходят в эту инфраструктуру и в эти приложения. И в конце концов, четвертая область – это сам персонал. И если мы хотим управлять рисками информационной безопасности, мы их на эти четыре части будем разделять. Ну и даже более того, наверное, вот я не случайно переключил, да, вот немножко так тоже обратить внимание, что системы управления рисками, даже из вот тех, сколько там у нас буквально 40 минут длится наше мероприятие, думаю, уже понятно, что невозможно отдельно управлять рисками разных областей. Да, это будет полный разнобой получится, да, то есть система управления рисками должна становиться просто единой, встроенной частью общего менеджмента компании. Как бы это, может быть, так глобально не звучало. Что значит становиться частью общего менеджмента компании? Есть такой принцип – всеобщее управление рисками. Что означает принцип всеобщества? Вот как раз коллеги сейчас это и демонстрируют. Риск, то есть вероятностное событие, угрозы ли, ну да, на которые сейчас немножко больше обращаем внимание. Возможности, то есть, например, кстати говоря, я хочу обратить внимание на возможность, которая звучала, отказаться, например, от операционной системы, вынести это все куда-то в дата-центры, в облачную инфраструктуру. То есть это что? Это возможность передать риск, да? Это позитивное событие, в принципе. Но это все должно рассматриваться в комплексе. Например, тоже вынесение части какой-то информации в облако должно параллельно анализироваться, насколько это соответствует законодательству, параллельно анализироваться, как с этим смогут работать сотрудники или клиенты. А кто это может проанализировать? Только все вместе. Что значит все вместе? Вот в этом как раз и есть вот этот принцип всеобщности управления рисками, да, или вот это оригинальный термин в системе менеджмента Total Risk Management. То есть каждый на своем рабочем месте в области своей компетенции анализирует, что может произойти, какие могут быть последствия, как можно работать с этим риском. Я не хочу использовать слово противодействовать, потому что противодействуем мы опять-таки риском негативным, угрозам или наоборот способствуем позитивным возможностям. И на уровне компании тогда выявление вот этих фактически уже экономических рисков, потому что отдельные составляющие технические, финансовые даже, личностные тем более, они в конечном итоге складываются, что в экономику компании, в возможность ее работы и соответствующим образом должны вот так как бы тоже, то мы говорили про декомпозицию, то есть здесь уже наоборот как композиция, вместе все вот так объединить и понять таким образом, какие риски важны, критичны, сколько вот как раз на них имеет смысл целесообразно тратить денег, ресурсов и соответственно какие предпринимать меры. Ну вот опять же от общих принципов давайте сразу же перейдем к примерам. Людмила Юрьевна, пожалуйста. Да, спасибо. Мне понравилась ваша идея про поводу вынесения информации на облачные ресурсы у нас часто очень программа. Да, у нас размещают 1С обычно в облаке именно те компании, которые хотят снизить налоговые риски, ну к примеру, например, всех перевести на удаленную работу, вывести сотрудников из офиса, саму программу разместить в облаке или же другой пример наоборот фискального контроля. Это наши онлайн-кассы, которые проходят через интернет информация, через оператора фискальных данных и наоборот собирается вся информация в налоговом органе. То есть одна и та же вроде бы ситуация, вывод через интернет информации, но она способствует совершенно разным целям у компании. Ну и если говорить про налоговые риски и управление ими, то, конечно же, основная задача у руководителя – озаботиться этими вопросами, потому что надо и повысить осведомленность специалистов и руководства, то есть проводить постоянный мониторинг законодательства, консультироваться и в налоговых органах, и у аудиторов, и у налоговых консультантов, повышать квалификацию своих сотрудников, конечно же, отслеживать всевозможные изменения в законодательстве. Желательно вообще выделить целую группу, которая осуществляет налоговый учет или введена должность специалиста по налоговым расчетам. Система внутреннего мониторинга процессов, связанных с налогами, то есть обслеживание всех мероприятий по исчислению уплаты налогов, куча всевозможных внутренних регламентов, приказов, методологических указаний, процедур расчета, должностных инструкций, система KPI, то есть наших коэффициентов, автоматизация документа оборота, то есть все это связано именно с управлением налоговых рисков. Дифферсификация, имитирование сумм сделок, налоговый консалтинг, самострахование, страхование и так далее. То есть все это требует высокого профессионализма в сфере налогообложения, в бухгалтерском учете. Ориентируемся мы на судебную практику и часто оказывается, что компания, особенно небольшая в состоянии, это сделать бывает часто, либо хорошо организовав внутри себя весь процесс, либо обращаясь к внешним специалистам. Ну да, и я как раз спасибо, Людмила Юрьевна, хотел бы расширить, что на самом деле в комплексе это затрагивает, естественно, гораздо шире, чем только налоговые, бухгалтерские аспекты. Это затрагивает информацию как раз о всех аспектах деятельности компании. И поэтому, конечно, охватить такой объем, в общем-то, довольно проблематично. И возникает, естественно, необходимость в том числе и автоматизации самой деятельности по учету, анализу рисков. Сразу вот честно могу сказать, хотя я этой областью занимаюсь уже, ну, наверное, лет 7-8 достаточно в прикладном ключе, таком близком, каких-то вот систем, которые однозначно можно было бы, информационных систем, программных систем порекомендовать. Нет, область очень тяжелая, многие, кто пишут, мы вот тоже общаемся с коллегами. Я надеюсь, что, может быть, на одном из будущих семинаров они что-то покажут. Но нужно понимать, что, как правило, компании информационную систему, которая обслуживает риски, придется выстраивать самостоятельно и понимать, что в этой системе абсолютно обязательно, что, в общем-то, должно быть по-хорошему, ну и какие-то, как всегда, хотелки. Потому что, опять же, приоритеты, вот как мы и говорим, могут быть самые различные с точки зрения компании. В том числе и от стратегии компании, на что компания больше реагирует. Есть стратегии защитные, то есть, когда компания больше сосредоточена на противодействии негативным рискам. То есть, в приоритете не понести ущерб, уклониться, снизить вероятность наступления риска. Или вот как сейчас приводили примеры, допустим, передать на аутсорсинг, потому что не хватает своих ресурсов, например, для маленьких компаний. Или это какая-то непрофильная деятельность. Да, это те же там онлайн-кассы, это те же облака. Просто любая работа с субподрядчиками, передать профильную деятельность, в которой другая компания более квалифицирована, специализирована. Но это позиция защитная, да, там создать резервы. Если работать с позитивными рисками, больше всего. А что такое позитивные риски? Это создание возможностей, это выращивание что-то под себя. То есть, например, можно отдать в чужое облако, а можно создать, вот как, кстати говоря, на том же примере онлайн-касс пошли некоторые компании, но достаточно известные. Они свои ресурсы, свой бизнес перевели в облако и продают его уже именно как облачный бизнес. То есть создали новое направление бизнеса, усилили, использовали эти возможности. Тем самым сосредоточились не только на уменьшении убытка, но и на том, чтобы преодолеть, наоборот, нарастить свои финансовые возможности. Таким образом. Ну вот опять-таки, давайте, наверное, посмотрим, что на уровне компании вот эта система должна обязательно содержать. Общий принцип, вот как раз процедуры, о которых сейчас шла речь. Перечень рисков, вот как раз по классификатору, от которых компания отказывается, то есть как раз которые компания отдает на аутсорс, с которыми она не готова работать. И вот, кстати, тот самый пример, допустим, с онлайн-кассами, чем хорош? Довольно жесткое законодательство, соблюдать его сложно, дорого, проще отдать на аутсорс. Есть, наоборот, риски чувствительные, которые фирма готова оставить у себя. Ну, согласитесь, наверное, многие из вас не готовы поделиться клиентской базой, да, своей. Риск утери клиентской базы фирма готова оставить у себя. Это решение как раз-то тоже вот воплощение вот этого принципа всеобщего менеджмента качества, но уже не на каждом рабочем месте рядовом, а это уже принцип вовлечения высшего персонала, да. Ну вот, на тех же налоговых примерах я опять хочу передать слово Людмиле Юрьевне, как раз вот как можно принять решение, как отрабатываются, например, риски, связанные с налогами. Кто может принять такое решение, кроме высшего руководства компании? Как раз есть стратегия, чем мы готовы рискнуть, данными о клиентах, или мы готовы где-то там больше пойти на штрафы, например, какие-то. Это выбор руководства, иногда даже не руководства, а владельцев, совладельцев компаний. Правильно, Людмила Юрьевна? Вот, пожалуйста. Да, конечно. Смотрите, можно, в общем-то, говорить про агрессивную, оптимальную, разные виды стратегии, но я бы хотела немножко, наверное, попроще их назвать, четыре типа основных налоговых стратегий. Стратегия максимальной налоговой безопасности. Ну, это вот категории тех, которые, говорит, мы будем платить все налоги. У меня был такой в жизни один директор, он говорит, делай все, что хочешь, буду платить, главное лишнего не платить, но чтобы меня никто не трогал из налоговых органов. Вот у него была такая стратегия. Налоговая безопасность, абсолютное исполнение требований налогового законодательства на основе абсолютного признания позиции налоговых органов по всем спорным вопросам. Да, это снижает налоговые риски, но сопровождается максимальной налоговой нагрузкой. Но это же не отвечает главной цели финансовой стратегии увеличения рыночной стоимости и получения большой прибыли. Далее. Стратегия уклонения от налогообложения. Это сознательное нарушение налогового законодательства. То есть это прямо противоположная стратегия. Искажение доходов, расходов, так называемые серые схемы многие используют, фирмы обналички и прочее, прочее. Манипулирование нормами гражданского права при квалификации сделок, неуплата налогов. В ее основе лежит использование методов, которые находятся за границами правового поля. И это, конечно же, не может быть приемлемым для организаций, которые строят некую стратегию развития. Это все относится к категории фирмы, так называемых, однодневок. Наверняка слышали такой термин. И более такие мягкие способы стратегии смягчения налоговых последствий. Это отказ от заведомо неправомерных сделок, минимизация сомнительных каких-то хозяйственных операций. То есть она балансирует между стратегией уклонения и стратегией оптимизации. Но также генерирует некие дополнительные налоговые риски, может быть, достаточно опасные. И есть стратегия налоговой оптимизации. Она проявляется в уменьшении величины налоговых обязательств. Я всегда про нее всем рассказываю на курсе оптимизации налогообложения. Я уверена, что можно снижать налоговое бремя путем легального снижения его и использования всевозможных методов, прописанных в налоговом кодексе. То есть это правовые методы оптимизации. Это позволяет управлять налоговыми платежами, обеспечивая минимизацию налоговых рисков. Очень часто налоговую оптимизацию трактуют как синоним уклонения от налогообложения. Но хочу сказать, что эти понятия вообще принципиально различны. Потому что применяются легитимные и нелегитимные методы, которые исключаются при построении стратегии налоговой оптимизации. То есть нормативно оно не закреплено, вызывает целый ряд проблем при его толковании. Что касается того слайда, который вы сейчас показываете, что помимо понятия налоговой риски, существуют понятия налоговой выгоды. И высокий налоговый риск у нас, например, возникает, если мы не проявляем должную осмотрительность в выборе контрагентов. Если у нас среди контрагентов те компании, которые являются фирмами-однодневками, фирмами-одноличкой, фирмами без сотрудников, но при этом они делают некие действия в отмывании денег и так далее. Поэтому, конечно, налоговый контроль в эту сторону очень явно нацелен. Дальше. У нас очень активно пошла такая оптимизация в виде перевода работников на индивидуальных предпринимателей. Но сейчас очень сильно налоговая закручивает эти гайки, трансформируя договор гражданского правовой СП с индивидуальным предпринимателем в трудовой договор. Конечно, здесь существует определенный риск трансформации и соначисления всевозможных налогов. Про офшоры наверняка все слышали, знают, что это за термин такой вывод денег в низконалоговые страны, где налогов либо совсем не платится, либо платится налог. К ним к этим счетам привязываются банковские карточки, с помощью которых деньги снимаются везде. И, конечно же, если деньги уходят в офшоры, то ты, опять же, под пристальным вниманием находишься у государства. Схема дробления бизнеса тоже очень такая сложная схема. Пытаются, опять же, налоговые органы сказать, что это единый холдинг, и поэтому работаете вы все вместе и больше налогов должны платить. А раз больше налогов должны платить, значит, идет потеря льготных налоговых режимов и так далее. Ну и, конечно же, трансферная цена образования, аренда персонала тоже являются очень такими большими критериями для налогового риска. Все, пожалуй, я здесь бы хотела закончить. Хорошо, спасибо, Людмила Юрьевна. Ну и вот, соответственно, аналогичные примеры отработки уже рисков, да, прикладные теперь вот в нашей второй области, которую мы сегодня затрагиваем, да, Сергей Павлович? Да, я расскажу о концепции. На одном из слайдов мы видели, что информационная система по управлению рисками, она аж три стрелочки в себя имела по получению информации о состоянии нашей информационной системы и вообще системы, которую мы хотим оценить на предмет того, чем мы рискуем. Ну, где-то мелькал этот слайд, но не принципиально. Вывод такой, что мы должны каким-то образом эту информацию получить, отдать системе какой-то методики, таких методик несколько, мы их делим в курсе по управлению службой, изучаем. Но суть какая, что когда мы отдадим эту систему, которая управляет рисками, ту информацию, которую мы создали, мы получим какие-то рекомендации. И эти рекомендации, они могут быть выражены количественно или качественно. Вот пример отработки риска по защите, например, по периметру. Вот только периметр хотим исследовать. И спросим сами себя, автоматически спросим или так, на бумажке запишем, спросим, как у нас с сегментации сети. И айтишник нам даст какой-то результат. Руководитель этих подразделений скажет, у нас сегментация такая-то или такая-то. А тут же методология нам скажет, а вы в курсе, что передовые методики говорят о том, что должна быть сегментация для отделения определенных внешних сетей от сетей поставщиков, партнеров, клиентов. И вот если мы определили, что в нашей сети есть службы, связанные с интернетом, то сегментация, давайте сегментируйте сеть. Второй пример. А еще есть беспроводная связь. Мы определили, ввели в нашу систему, что есть возможность беспроводного подключения. Передовые методики заключаются в том, что для беспроводной сети требуется применение дополнительных защитных мер. Рекомендация, необходимо предусмотреть защитные меры. Вывод методики на следующем слайде. Мы сравнили данные и сравнили рекомендации. И в результате применения определенной методики, мы видим, что в высоком приоритете есть рекомендация о внедрении межсетевого экрана, чтобы сделать сегментирование и систему определения вторжений. Может быть, это будет выражено финансово, а может быть, будет просто по результату применения методики выявлено, что это имеет высокий приоритет. Следующий слайд нам покажет второй пример, что мы обработали риск подключения беспроводным сетям и выявили, что это средний приоритет. У нас, может быть, уже есть защитные механизмы, и это хорошо, продолжайте такую практику, но чтобы еще больше уменьшить риск, связанный с беспроводными сетями, методология рекомендует реализовать отмену передачи идентификатора SSAID. Мы, как руководители, может быть, и не знаем, что такое идентификатор SSAID, как он будет реализован и как он повлияет, но администраторы, инженеры об этом знают и сконфигурируют системы так, чтобы SSAID не передавался, а шифрование включалось, доверительные отношения были. Конечно, такие защитные меры, может быть, снизят удобство пользователей. Пользователь хочет к беспроводной сети подключиться, идентификатор видит, но он должен быть заранее предконфигурирован с помощью настроек, которые сделает администратор, чтобы его устройство автоматически подключалось даже к скрытому SSAID. Может, это не так удобно, но зато безопасно. И в чем суть такой методологии? Не буду конкретную, как вы говорите, методологию, которая есть, и методики оценки рисков даже упоминать не буду, оставив это курсом по управлению безопасностью. Но вывод в том, что в результате применения методологии на этом простом примере мы имеем два приоритета – высокий и средний. Мы забрали информацию, отдали в систему, и система нам выдает рекомендацию. В высоком приоритете внедряйте не сетевой экран, а если останутся силы, то дополнительно отменяйте передачу SSAID. Это такой вот самый простой, но зато понятный пример, как можно применять методологию управления рисками в реальном IT-сегменте. Да, спасибо, Сергей Павлович. Ну вот, наверное, уже так, подводя, так сказать, и обобщая итоги нашего небольшого мероприятия обсуждения, вот как раз мы в рамках нашего курса анализ управления рисками, как раз и говорим об этой методологии, которая на самом деле вовлекает всех сотрудников, я очень не люблю слово «все», но в данном случае по-другому действительно не скажешь. То есть, начиная вот от высшего руководства, иногда даже владельцев компании, бизнеса, и до самых рядовых исполнителей, которые, да, и вот как раз, как коллеги и рассказывали, понимают детали, детали технологические, детали финансовые, детали налоговые, могут предложить, соответственно, свои оценки и тех угроз, которые есть, и тех возможностей, и тех стратегий реагирования. Коллеги, пожалуйста, кто в классе, можем начинать, кто на вебинаре, какие вопросы есть к нам, в данном случае, троим. Пожалуйста, готовы ответить. Естественно, всегда рады видеть уже на более детальных таких курсах, где мы эти все вопросы разбираем более подробно. Пожалуйста, какие вопросы? Да, пожалуйста. Такой вопрос. На ваших курсах, те ищенько рисков, которые разбираются, ограничены только этими областями? Нет, конечно. Нет, естественно. Что еще есть? Ну, понимаете, вопрос, конечно, как говорится. Смотрите, вообще, ну так, если вот сказать, у специалиста, не для красного слабца, то что-то там в диапазоне от полутора тысяч до двух тысяч курсов. Поэтому я не хочу сказать, что разбираются риски на каждом. Скорее, здесь нужно смотреть немножко по-другому. Риски присутствуют везде, да, вот как вы показали коллеги, на примере налогов, на примере инфобезопасности. Риски технические, риски разработки, риски связанные с организацией работ, риски связанные с работой персонала. И когда, допустим, мы говорим, например, о каких-то подходах к организации работы, допустим, команды, да, может быть, мы не говорим там в прямую о рисках, как таковых, да, но понятно, что, допустим, подбор персонала, развитие персонала, мотивация, допустим, проектной команды, то, как заинтересовать людей, они, естественно, снижают риски те же самые связанные с недобросовестной работой, с работой, ну, как бывает, от сих до сих, да, дальше меня не будет. Тоже такое бывает. Это ведь тоже риски сами по себе. Поэтому, ну, вот, наверное, таким образом. Спасибо, коллеги, еще какие вопросы, уточнения. Коллеги, кто на вебинаре, у нас большинство. Так, что-то вижу. Есть ли методика расчета вероятности риска, Дмитрий? Ну, да, разумеется, эти методики существуют, самые различные. Вот как раз, кстати, на том курсе, который у меня сейчас открыт, мы их и разбираем. Потому что в ряде областей, особенно, ну, когда речь идет об операционной деятельности, то есть часто повторяющихся действиях, там, конечно, активно могут использоваться статистические методы, такие, как, допустим, метод, там, Монте-Карло, оценки. Если эта деятельность, допустим, больше проектная, то есть уникальная, там больше используются на методики качественных оценок, то есть основанных на экспертных мнениях, на каких-то более редких разовых событиях, там, где, ну, возможно, все-таки подвести статистическую базу, но надо как-то вот здесь оценки экспертные, да, разумеется, это, на самом деле, действительно такая ключевая составляющая оценки любого риска, оценить, и вероятность, и оценить степень влияния. Лучше всего, конечно, в деньгах, но это не всегда возможно, тогда вот, как, например, Сергей Павлович показывает стоки средних, и с уровнем, какая качественная оценка, да. Вот, хорошо, спасибо, еще какие вопросы? Ну, если нет, то, наверное, спасибо большое всем за участие. Вот, Сергей Павлович, Людмила Юрьевна, что-то, если хотите, пожалуйста, вам слово. Ну, если можно, я скажу, что в рамках вот управления службы информационной безопасности нельзя сказать, что управление риском это самое главное, что только есть. Мы, даже если не собираемся на курс, просто можем почитать программу курса, чтобы узнать, какими компетенциями должен обладать руководитель службы информационной безопасности. И управление рисками это одна из стей, одного из доменов всего, что у нас есть в программе информационной безопасности. Если мы хотим сказать, что мы хотим управлять информационной безопасностью в целом, то, конечно, риски это основная, такая, основополагающая часть, но за ними, за управлением риском пойдут политики, технологии, операции, проекты, ключевые концепции, технологии защиты, и будет строиться целая программа информационной безопасности, включая стратегическое планирование и финансирование, которое гораздо шире, чем методологии управления рисками. Но вся эта программа имеет основу, источник это управление рисками. Хорошо, спасибо вам, спасибо большое, Сергей Павлович. Коллеги, ну что, если вопросов дополнений нет, тогда огромное спасибо, контакты на слайде на завершающем все наши есть, пожалуйста, пишите, подключайтесь, вот, спасибо, спасибо. Спасибо.